Самое тяжелое, самое непростое, это когда мы зависаем или являемся следствием тех наших пресловутых восьми систем координат, как семья, родня, родственники. Когда мы мыслями не освободились, когда мы убеждены, бессильно надеясь на то, что мои усилия, которые я потратила на протяжении такого количества времени, показывая, прислуживая, или молча, или терпя, что мама, папа, сестра, я не знаю, кто там, дедушки, бабушки, родственники, они должны понять и оценить, как тяжело мне это было. Услышьте меня, пожалуйста. Никто никогда не почувствует вашей боли. Никто никогда не выведет коэффициент ваших усилий. Никогда. Почему? Потому что физическая нагрузка – это вот из расчета того, почему тренерами становятся люди, которые сами достигли чего-то. Потому что если вы на себе это не испытали, вы никогда не сможете оценить, что это такое. Десять раз нужно штангу поднять или двадцать пять раз. И когда ваши усилия вы накручиваете, занимаясь обессиливанием себя, и ждете оправдания или благодарности, или еще что-то, вот просто вычеркиваем. Человек, никогда этого не делающий или занят своими делами, он даже внимания не обращает на ваши такие душесчипательно-раздирательные физические напряжения. Понимаете, о чем разговор? Но почему клиновая система, вспоминайте четыре такта, все, что оказывает на вас давление, должно пресекаться на корню. На корню. Сначала клиним, потом начинаем разбираться. Потому что если человек на вас оказывает то ли иное давление, это выглядит из простого понимания «дай». «Дай, делай, я сказал». Вот что-то такое принуждение. Значит, человек по отношению к вам имеет определенного качества мысли. Если вы на это ведетесь, вы уже попали, ничего личного. Выбор начинается сразу. Понимаете, о чем я разговариваю? Отлично. Когда человек пытается компенсировать еще раз механическим путем свои нереализованные, абсолютно у каждого заложенные функциональные вещи, кем-то стать, чему-то научиться, в чем-то разобраться и что-то сотворить, если женщина, она творит жизнь, если она жизнь не творит, то она начинает все разрушать. Мужчина, он по определению должен быть способен, способен на создание. То у нас появляются вот это вот такие вот вещи. Мы пытаемся компенсировать свои неудачи, потому что в нашем обществе, когда мы общаемся друг с другом, у нас не принято говорить о том, что мы неуспешны. Продолжение следует...